Ciao a tutti, buongiorno a tutti, la rubrica indiretta, всем привет, рубрика indiretta, ко мне почти вернулся голос, я почти перестала кашлять, quindi continuiamo a parlare di alcune difficoltà della lingua italiana, поэтому продолжаем говорить о некоторых сложностях итальянского языка, и за эти 5-10 минут мы с вами поговорим о словечке bello, но мы не поговорим с вами о формах слова bello, мы о них уже говорили как-то раз, это не так интересно, мы с вами не будем говорить о значении слова bello во всех его, так сказать, ипостасях, мы сегодня затронем одну очень интересную вещь, вопрос был в комментариях, вопрос был такой, вот, например, я говорю, и мне все понятно, отличное, хорошее путешествие, явно положительный оттенок фразы, я говорю fa bel tempo, oggi fa bel tempo, или просто oggi fa bello, и у нас опять положительный оттенок фразы, fa bel tempo, погода хорошая, или я, например, говорю, вау, que bel vestito, какой отличный костюм, отличное платье, и понятно, что у слова bello во всех этих словах, ну, нам понятно его значение, потому что hai un bel vestito, fa bel tempo, и ho fatto un bel viaggio, но, и вопрос был вот в этом, когда я говорю o un bel problema, у меня же не хорошая проблема, у меня же не отличная проблема, у меня какая-то серьезная проблема, и вопрос был именно в этом, как же так, почему, и в каких случаях мы используем слово bello в его, как бы, такой отрицательной ипостаси, и вот сегодня мы об этом поговорим, буквально три минуты, надеюсь, уложимся. Итак, у слова bello есть огромное количество устойчивых выражений, modi, didi, значений, всего остального, мы сегодня с вами затронем два из них, вот буквально по этой самой теме, по теме o un bel problema. Во-первых, слово bello имеет как одно из значений что-то большое, да, то есть количественно большое, пока непонятно, я знаю, сейчас будут примеры. Например, если я подписываю контракт и говорю, citrata di una bella cifra, bella cifra, это не то, что цифра красивая, да, то есть у меня красивый почерк, и я восьмерку написала, 8 миллионов евро написала очень красиво, нет, citrata di una bella cifra, bella cifra в этом смысле значит, что об очень крупной сумме. Вот здесь зарытая собака, да, то есть если вам встречается некоторая характеристика, и перед ней стоит слово bello, которое вам казалось бы, ну вот здесь неуместно, посмотрите, а не может ли это слово bello означать большое количество? Еще пример, ой, un bel caldo, что такое un bel caldo, прекрасная жара? Нет, конечно же, un bel caldo это такая жара, что на улицу выйти нельзя, да, un bel caldo, то есть очень большая жара. О, переземпио, ой, un bel peso, да, когда я поднимаю этот чемодан, un bel peso, ничего себе вес, то есть это значит тяжелый вес, это значит большой вес, да, un bel peso, una bella cifra, fa bel caldo, в смешных выражениях, o fatto una bella dormita, что такое una bella dormita? Значит, я вот поспал так от души, 12 часов не просыпаюсь, мечта. О, fatto una bella dormita, это не прекрасный сон, это сон, который длился очень много времени, да, una bella dormita. О, переземпио, да, смотря из окна, мау, una bella navicata. Можно понять, как красивый снегопад, на самом деле, скорее всего, una bella navicata, это та навиката, после которой вы не можете выехать из города, потому что завалило все дороги. И тогда, мау, это una bella navicata. То есть, первая ловушка, слово bello, что bello может означать количество, причем количество, как правило, un po enorme, molto grande, да, вспомните сюда про 8 миллионов евро. E una bella cifra, да, и, соответственно, в принципе, сюда можно отнести un bel guayo, un bel problema, в значении, что действительно это большая проблема, это большая беда. un bel guayo, и, как бы, вытекает из этого, но, на самом деле, все-таки стоит отдельно, вот это значение количества, огромного, большого количества. И еще одно значение слова bello, это то, что передают словечкам, есть такой феномен в языке антифрази, ну, то есть антифраз, да, то есть, как бы антифраза, она так и происходит от греческого, вот это вот антипротивопоставление и фразы, да, антифразы. Что такое антифразы? Антифразы можно встретить очень часто в разговорном языке, когда слово используется в своем противоположном значении, то есть, как правило, у этого выражения будет характер саркастику, иронику, и это не только со словом bello бывает, бывают другими словами, но просто классические антифразы со словом bello. То есть, например, я говорю, что я имею в виду? Я имею в виду, что ты хорошая подруга? Ну, как вам сказать? Я имею в виду, вот здесь очень важно играть интонации. То есть, это аналог нашего, когда я говорю, ну, хорошенькая же подружка, да, то есть, вот это абсолютно противоположное значение, то есть, если ты меня обидела, там, предала и так далее, я могу использовать это bello немножко в совершенно другом смысле, в противоположном, да, bello, bello, bello. Это не обязательно есть хорошая жизнь. Это значит, что когда я очень устала, меня все достали, я могу использовать слово bello в значении, ну, да, ничего себе, так и жизнь, в общем-то, не очень. Переземпио, bel servizio le rezo, там, хорошенькую же услугу ты ему сослужил, да, вот это un bel servizio, это не хороший сервис, это ровно наоборот, да, это нормально ты его так подставил, да, un bel servizio le rezo. Oh, a bello you take mi dai, отлично помогаешь, да, если я разгребаю комнату, да, например, там, не знаю, ребенок сидит и смотрит, играет в телефон, да, вот, это как раз я скажу на bello you took mi dai, то есть, это не то, что ты мне хорошо помогаешь, это, ну, ё-моё, ну, что это такое, ну, ты мне вообще не помогаешь, да, и вот это слово bello, оно помогает в этом значении, в значении антифразии передать вот этот вот оттенок. Классика жанра «que bella figura que hai fatto», причем, опять же, да, очень важная интонация, очень важный контекст, «que bella figura que hai fatto», ну да, в общем-то, как бы да, отлично себя повел, да, «que bella figura hai fatto», «bella mico que sei», «bella yuto que mi dai», и восклицание «bella roba», «bella roba», да, то есть, ну, блин, ну, да, в общем-то, конечно, ничего хорошего в этом нет, в «bella roba». И поэтому, смотрите, я думаю, что я сейчас объяснила, почему я могу сказать «un bel problema», «un bel guayo» и «una bella vita» в значении, когда она совсем не «bella». Поэтому, если вам встречается слово... Кстати, мы уже как-то раз обсуждали выражения со словом «bello», их на самом деле очень много, мы с вами говорили как-то раз про «cosa vai di bello» и «dove vai di bello». Вот это вот «de bello» — это что, у тебя красивая походка или ты красиво что-то делаешь? Нет, это да, но мы тоже говорим так, «чо хорошенького поделаешь» и куда же мы направляемся тут, да, то есть, ну, там есть такой вот дружеский оттенок ироничный. «Cosa vai di bello», «dove vai di bello». Поэтому я просто хочу сказать, что слово «bello» вам может встретиться, ну, оно, конечно же, встретится в значении «fa bel tempo», «hay un bel vestido» и «ho fatto un bel viaggio». Но не будьте к нему слишком категоричными, у него есть гораздо более интересные значения, и я надеюсь, что теперь они вас не будут выбивать из колеи. Так что помним про «un bel peso» и «un bel problema» и «белла мика» и «белла мика». Баста для сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! До встречи!